Добрый вечер, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, если вы меня видите и слышите. Отлично. Всех рад приветствовать на очередном вебинаре, который посвящен теме того, как заработать на рынке криптовалют. Каждый четверг мы традиционно встречаемся в 19.00 по московскому времени и обсуждаем основные тенденции рынка, пытаемся спрогнозировать дальнейшее поведение курса различных криптовалют. В основном рассматриваем наиболее популярные активы. И в данной связи у нас очередная встреча, которая сегодня будет в формате примерно одного часа, где мы как раз поговорим о том, что ожидает рынок криптовалют, какие сейчас сформированы тенденции, какие есть сигналы, что лучше купить, какой инструмент лучше сейчас выбрать для покупки в свой инвестиционный портфель. Всем напоминаю то, что данный вебинар организован в рамках компании Амаркетс. Соответственно, у каждого из вас есть возможность стать клиентом компании и получить возможность оперативной торговли на рынке криптовалют. Дополнительно в рамках компании Амаркетс организован также специальный чат в мессенджере Telegram, где вы можете общаться на тему криптовалют, а также есть специальная группа, где регулярно выкладываются актуальные торговые идеи, сделки на рынке криптовалют, которые вы можете использовать в своей торговле. Напомню то, что около, даже не около, а более 70% тех сделок, которые предлагают наши аналитики и трейдеры, они успешно реализуются, поэтому это может вам добавить определенного профита в вашу торговлю. Традиционно наше занятие мы начнем с того, что обсудим, что вообще из себя представляет рынок криптовалют, так как регулярно наши вебинары посещают не только практикующие трейдеры, которые уже имеют значительный опыт торговли на рынке криптовалют, а также есть и начинающие инвесторы, трейдеры, которые только собираются сделать первые шаги на данном поприще, поэтому, на мой взгляд, важно из раза в раз повторять о том, что вообще из себя представляет рынок криптовалют, какие есть риски, какие есть преимущества, торгуя данными активами, давайте тогда к этому сейчас и перейдем. Затем у нас будет техническая часть, которая, я думаю, займет больше времени по нашему вебинару, и в конце вебинара мы традиционно обсудим вопросы, которые у вас, возможно, накопились за текущую торговую неделю. В принципе, уже сейчас вы можете свои вопросы задавать в чат, который представлен в рамках данного вебинара, постараемся на все на них ответить, вот, и также не забывайте про нашу группу в Телеграм, где вы можете в бесплатном режиме, в бесплатном доступе получать актуальные торговые идеи по рынку криптовалют. Так, давайте начнем, что такое криптовалюты, как на них заработать. Начинаем мы традиционно с того, что, да, как бы озвучиваем, что же такое вообще криптовалюты, да, это актив, который является полностью виртуальным или цифровым, к чему нельзя прикоснуться. Соответственно, в отличие от привычных нам с вами банкнот, да, которыми мы расплачиваемся, возможно, ежедневно, вот, криптоактивы, они все находятся в сети интернет, да, поэтому нужно привыкать к тому, что потрогать физически мы их не можем, к сожалению, но, тем не менее, имеем определенные преимущества, даже несмотря на вот такой вот, может быть, досадный недостаток, у любого криптоактива есть свои преимущества, как раз благодаря тому, что он находится в сети интернет. Самой популярной, самой первой криптовалютой, которая появилась на рынке, является биткоин, да, был создан он еще в 2008 году, конкретно кто создал биткоин, да, до сих пор неизвестно, есть много слухов, догадок, то есть, ну, мы не будем сейчас это обсуждать, потому что это займет очень много времени, вот, просто скажем о том, что биткоин, это является самым популярным на данный момент криптоактивом, да, и я думаю, у каждого инвестора, да, который приходит на рынок криптовалют, данный актив должен быть в портфеле, и несмотря на то, что на данный момент мы видим то, что есть как позитивные новости, так и негативные новости в сфере криптоиндустрии, я думаю то, что биткоин все равно стоит покупать всегда. Итак, если у кого-то пропадает звук, то это уже технические, да, проблемы, которые вы можете решить самостоятельно, попробуйте перезагрузить звонницу, вот, не будем на этом актиментировать внимание, надеюсь, что неполадка у вас исправится. Главное преимущество, да, криптоиндустрии и вообще в целом, ну, как бы криптовалюта, это принцип анонимности при расчетах, напомню то, что система блокчейн, да, она является инновационной, и благодаря этому как раз популярность криптовалюты растет с каждым днем. Таким образом добываются новые криптоактивы, да, один из таких популярных способов, которым, возможно, некоторые из вас пользовались, да, это майнинг, то есть это определенного рода вознаграждение за обработку транзакций и решение задач при помощи своего собственного компьютера. Многие люди, скажем так, активно этим занимались и занимаются до сих пор, просто сейчас ориентабельность майнинга, она существенно снизилась, да, ввиду того, что курс криптовалюты значительно подешевел по сравнению с прошлым годом, вот, поэтому майнеры сейчас находятся не в лучшей ситуации, но опять же это, как бы, является одним из способов получения криптоактивов, да, только в данном случае, как бы, вы не покупаете его, а уже получаете, вот, за определенные действия. Количество биткоинов заранее известно и ограничено, думаю, ни для кого это не является секретом, да, то есть появляются они, вот, как мы уже сказали ранее, за счет майнинга, за счет, вот, обработки транзакций, и поэтому, естественно, количество их заранее известно и ограничено. Итак, где можно хранить свои криптоактивы, хранятся они на специальных кошельках, да, которые созданы в сети интернет, некоторые из них, названия, точнее, некоторых из них вы видите на своих экранах, также их можно хранить на жестком диске компьютера, либо на мобильном устройстве, что тоже немаловажно и очень удобно, вот, по крайней мере, вам не стоит переживать на тему того, что вы можете, допустим, потерять, да, как любой там кошелек, который у нас у каждого этому есть, да, там, по каким-либо причинам. Здесь, конечно, другие есть подводные камни, да, в плане того, что там очень много хакерских атак производится на крипто-кошельки, к сожалению, да, то есть есть люди, которые пытаются за счет этого нажиться, но безопасность, конечно, там тоже на высоком уровне. Почему биткоин и другие криптоактивы будут расти дальше? Ну, во-первых, да, как я уже сказал, технология блокчейн является инновационной, на базе которой созданы практически все криптоактивы, и, безусловно, так как большинство, многие люди еще об этом не знают, да, и только собираются об этом узнать, либо узнают сейчас, она, естественно, пользуется популярностью, и, безусловно, у каждого человека, который только узнает о том, что вообще из себя представляет криптовалюта, формируется желание его приобрести, так как все новое всегда людей манит, да, и, как бы, хочется стать также счастливым обладателем криптовалюты. Очень много, там, различных мемов, да, или, там, других картинок появилось, вот, как раз на тему того, купили ли вы биткоин в 2017 году, вот. Но, как бы, здесь вот важно отметить то, что есть определенный психологический фактор, да, у людей, благодаря которому курс криптовалюты до сих пор держится на очень высоких уровнях, и, на мой взгляд, может иметь серьезный потенциал к дальнейшему росту. Вот. Также сейчас данным криптоактивом интересуются институциональные инвесторы, да, то есть, либо частные люди, да, которые обладают серьезным капиталом, а также финансовые различные институты, банки, они также сейчас заинтересованы в криптовалюте. Мы об этом поговорим сегодня, да, как раз обсудим основные новости, благодаря которым, вот, произошло изменение курса в рамках торговой недели, да, по различным криптовалютам. Вот. И как раз будем говорить о том, что вообще, в принципе, произошло, и какие финансовые институты, какие рекомендации они дали, какие заявления они сделали в ходе торговой недели. Вот. Я думаю, все, точнее, не все, а многие, кто знаком вообще с биткоином, да, слышали о том, что сейчас уже появились производные инструменты для торговли биткоином, да, то есть фьючерсы на нескольких биржах в Соединенных Штатах Америки. Одна из них – это биржа СМЕ, одна из крупнейших бирж по торговле деривативами, поэтому объем капитализации крипторынка, он растет и будет расти, скорее всего, и дальше. И последний слайд, который вы видите сейчас на своих экранах, да, это различные способы, каким образом вы можете заработать на разнице курсов криптовалют, в основном, я думаю, все приходят на данное мероприятие именно благодаря, именно с интересом к тому, как заработать на разнице курса, вот, а не там, не как заняться майнингом, да, потому что вот именно в рамках данных вебинаров мы обсуждаем, какие основные тенденции могут сложиться на рынке криптовалют и как нам, собственно, заработать на разнице курсов данных активов. Вот, торговлю можно осуществлять через криптобиржу, да, ну, это естественно, вот, а также можно это делать с помощью брокерских компаний, одна из них – это как раз компания Ammargets, на вебинаре которой вы сейчас присутствуете, и на данном слайде представлено несколько, безусловно, преимуществ торговли с брокерской компанией по сравнению с криптобиржей, вот, если у кого-то есть опыт работы на криптобирже, то вы, наверное, знаете, да, о том, что, к сожалению, работать против основного тренда на криптобирже не получается, да, то есть можно только покупать криптовалюту, зарабатывать на продаже, к сожалению, нельзя. Вот, как раз в брокерских компаниях такая возможность реализована, что позволяет вам всегда быть на волне с рынком, да, и получать прибыль вне зависимости от того, что происходит с курсом криптовалюты. Ну, и, конечно же, надежность брокерской компании, она серьезно отличается от криптобирж, потому что все они появились не так давно, то есть срок работы криптобиржи, он незначительный, да, что, естественно, не внушает доверие многим инвесторам, трейдерам, вот, поэтому, на мой взгляд, лучше всего работать именно с брокерской компанией, чем более, если она регулируема, да, как в случае с компанией Аммаркетс, и имеет полную финансовую прозрачность, вот, поэтому задумайтесь на эту тему, у вас всегда есть возможность стать клиентом компании Аммаркетс, да, и успешно работать на рынке криптоиндустрии, вот, именно через нашего брокера. Итак, на этом предлагаю теоретическую часть закончить, сейчас плавно будем переходить в торговый терминал, и как раз на графиках посмотрим, какие тенденции у нас сформировались на криптовалютах за минувшую торговую неделю, да, и выявим какие-то актуальные торговые идеи, с которыми можно будет поработать в рамках следующей торговой недели, которая у нас будет до следующего четверга, да, до следующей нашей онлайн-встречи. Итак, если сейчас у вас есть какие-то вопросы, да, которые появились у вас, накопились, возможно, за предыдущую неделю, несколько минут буквально, я подожду их в общем чате, вот, если вопросов нет, тогда сейчас плавно будем переходить в торговый терминал. Пока буду заниматься настройкой демонстрации экрана, чтобы вы могли видеть графики, которые я для вас подготовил, вот, поэтому вот сейчас как раз переключаю на демонстрацию экрана. Поставьте, пожалуйста, в общем чате плюсики, если видно экран, если видно график, соответственно, будем сейчас с вами обсуждать как раз основные тенденции на рынке криптовалюты. Плюсики появились, замечательно, тогда давайте начнем, потому что ситуация сейчас на рынке происходит достаточно интересная, есть о чем поговорить, и начинаем мы традиционно с самого популярного актива, да, коим является биткоин. Биткоин, напомню, для тех, кто только начинает работу на крипторынке, является, скажем так, основной движущей силой, да, и на его тенденцию равняются очень многие криптовалюты, то есть он такой своеобразный локомотив для всего крипторынка, поэтому биткоин в любом случае, да, я думаю, то, что если вы торгуете криптовалютами, должен быть в вашем портфеле, вот, какая ситуация произошла у нас за минувшую неделю? Ну, во-первых, давайте немножко обсудим фундаментальный фон, да, который у нас был вот в рамках недели. Состоялась у нас встреча в рамках форумов G20 в Буэнос-Айресе, где основные руководители центральных банков, министры финансов встретились для того, чтобы обсудить различные финансовые вопросы, в том числе и вопрос о регулировании криптоиндустрии, то есть, как бы, озвучить какие-то тезисы относительно того, как им, соответственно, действовать в рамках вот сложившейся ситуации на рынке, да, и не угрожает ли именно криптоиндустрия финансовой стабильности. Ну, к счастью, все прошло достаточно позитивно для именно криптоиндустрии, да, я имею в виду, потому что совет по финансовой стабильности, во главе которого у нас находится глава Центрального банка Англии Марк Карни, в очередной раз подтвердили то, что рынок криптовалют не несет никакой угрозы для мировой финансовой стабильности. И вообще они отметили тот факт, что криптовалюты больше похожи на именно ценные бумаги, нежели чем вообще на валюту, поэтому один из вопросов, которые они обсуждали, да, это возможность, соответственно, уплаты налогов в дальнейшем, да, с получения прибыли от разницы курсов криптоактивов. То есть, как бы это не являлось основной повесткой дня, но, тем не менее, такой вопрос прозвучал, и к июлю текущего года Совет по финансовой стабильности подготовит отчет о проделанной работе в сфере криптоиндустрии. То есть, естественно, различные финансовые институты, да, различные финансовые эксперты будут изучать крипторынок, оценивать его положительные стороны, а также негативные стороны, для того, чтобы уже сформировалось, наконец-таки, полноценное понимание того, может ли биткоин, да, стать полноценной валютой обмена, как ее можно будет внедрить в текущие платежные системы и так далее и тому подобное. То есть, там достаточно серьезные вопросы будут затрагиваться, и вот к июлю как раз мы будем ждать с вами такой отчет. Но на данный момент все-таки вот за минувшую неделю стоит отметить то, что новостей именно позитивных для рынка было гораздо больше, чем негативных. Про негатив я, честно говоря, вообще не слышал, то есть, и как-то история с финансовым регулятором Соединенных Штатов Америки, СЭК, да, она ушла на второй план, то есть, не появлялось никаких новых заявлений, не было никаких негативных комментариев, то есть, опять же, стоит отметить то, что, например, глава компании Твиттер отметил то, что биткоин будет единой валютой в сети интернет, то есть, как бы, я думаю, все из вас знают, да, компанию Твиттер, и, соответственно, ее руководитель как раз сделал такие громкие заявления, что, в принципе, также поспособствовало тому, что курс криптовалюты, да, и вообще всего крипторынка начал подрастать. Вот, капитализация за минувшую неделю рынка криптовалют увеличилась, многие криптовалюты скорректировались после недавнего падения, вот, в принципе, также стоит отметить то, что в рамках, точнее, скажем так, будет создана дополнительная финансовая комиссия в Англии, да, где как раз будет также отдельно обсуждаться вопрос урегулирования крипторынка, туда будут входить члены Центрального банка Англии, а также там будут присутствовать члены из финансовой комиссии Англии, да, которые как раз будут обсуждать вопрос регулирования рынка криптовалют. Но это никоим образом не повлияло на торговлю на текущей неделе, то есть, если мы посмотрим на график биткоина против доллара, то увидим, что курс за последнюю неделю все-таки немного вырос, несмотря на то, что за несколько последних дней мы сейчас наблюдаем коррекционные движения, все-таки некий позитив, он прослеживается в курсе основной криптовалюты. Напомню, что на прошлой неделе мы говорили о том, что есть небольшой потенциал еще к снижению курса основной криптовалюты, но мы также отмечали, что на технических индикаторах был сформирован сигнал к коррекции либо развороту тренда, который себя успешно реализовал, и курс криптовалюты биткоин буквально с воскресенья вечера начал активно подрастать. То есть падение было минимальное до отметки примерно в 7200 долларов, и именно с данного ценового значения курс основной криптовалюты начал расти. И максимум был зафиксирован примерно на уровне в 9000 долларов. То есть в целом рост достаточно позитивный, рост был достаточно уверенный, практически безоткатно росли, что говорит о том, что есть преобладание крупных денег. То есть, кстати, тоже важно отметить, вот я специально построил трендовую линию по техническому анализу, как раз она нам говорит о том, что пока мы не пробьем ее основания, говорить о дальнейшем падении основной криптовалюты пока рано. То есть пока мы торгуемся выше данного значения, данной трендовой линии, и следующим касанием, если оно произойдет, это будет примерно уровень 7800 долларов за одну единицу. Если мы от этой линии в очередной раз увидим отбой, то я думаю, что биткоин можно смело покупать и рассчитывать как минимум на то, что мы протестируем уровень в 9500 в этот раз. Кстати, очень важно отметить, что я думаю, многие из вас помнят, то, что вот еще в конце прошлого месяца, там примерно февраль, начало февраля, в сети появилась новость о том, что были достаточно серьезные покупки со стороны одного тайного инвестора, который начал покупать криптовалюту, вот именно биткоин, примерно по ценам 6,5-7 тысяч долларов. И я думаю, многие из вас знают то, что крупный игрок никогда не покупает на разных уровнях, он старается все время приобретать в определенном ценовом диапазоне. Мы сейчас не обязательно говорим про вообще рынок криптовалюты, хотя здесь это также реализуется. И мы видим то, что как раз биткоин, достигнув этого диапазона, то есть примерно как раз подобравшись к уровню в 7000, мы в очередной раз увидели силу покупателя, который смог своими покупками не позволить курсу биткоина пробиться ниже трендовой линии, что, естественно, внушает определенное доверие, что, естественно, дает какой-то позитивный сигнал к тому, что мы все-таки должны будем с вами увидеть в рамках текущего года позитивную динамику, позитивную тенденцию на рынке криптовалют. Итак, какие у нас могут быть торговые идеи в рамках текущей недели? Я думаю, что в рамках текущей недели стоит подождать еще небольшого отката по основной криптовалюте, и покупать в данном случае рекомендуется примерно от уровня 8000-7900, то есть вот такой вот узкий диапазон, я думаю, стоит выбрать для того, чтобы уже начать покупать биткоин, и первой целью, на мой взгляд, здесь может выступить как раз уровень 9500, следующей целью мы можем обозначить уровень примерно в 11500, это как раз та отметка, от которой была последняя волна снижения по биткоин. Поэтому как раз можно будет часть позиций зафиксировать на отметке 9500, это для тех, кому не терпится побыстрее зафиксировать результат, можно будет уже первые профиты расположить на данной ценовой отметке. Я планирую подержать до 11500, тем более есть достаточно серьезный потенциал просто, на мой взгляд, у биткоина даже в рамках текущего года. Я за минувшую неделю ознакомился с различными отчетами, именно аналитическими, предоставляемыми различными компаниями, частными трейдерами, и пришел к выводу о том, что сейчас, конечно, мнения разделились, многие до сих пор продолжают шортить биткоин и рассчитывают на то, что он упадет примерно за уровень 2 тысячи долларов, но позитивных комментариев я увидел больше. То есть все-таки вера в криптовалюту, основную криптовалюту у нас сейчас подрастает, поэтому я думаю, нужно присоединиться к этому мнению и стараться как раз приобретать биткоин примерно по цене в 8 тысяч долларов с целями в 9,5 и в 11,5 тысяч долларов за одну монету. Вот, кстати, тоже очень важная новость. Буквально недавно известный банк в Соединенных Штатах Америки, JP Morgan Chase, разослал записки своим клиентам, в которых сравнивал динамику торговли биткоина и индекса NASDAQ. Вот, как, соответственно, в сравнении были взяты такие временные интервалы, как вот, если мы говорим в случае с NASDAQ, это 1999 год, по 2000 биткоин взяли именно за 2017 и начало 2018 года. И отметили то, что, в принципе, динамика торговли у них была очень схожая. NASDAQ в тот период был также очень активен, и многие покупали, так как технологический сектор только развивался в Соединенных Штатах Америки. Вот, и падение индекса затем было примерно похоже на биткоин, только биткоин падал, вот, как мы видим, да, с начала, с конца 2017, в начало 2018 года более активнее, чем NASDAQ. Вот, и аналитики банка JP Morgan Chase рекомендуют на данный момент не избавляться от биткоина, а по возможности наоборот стараться включать его в свой инвестиционный портфель. К такому мнению, я считаю, стоит прислушаться и сейчас уже, да, задуматься над тем, чтобы начать покупки основной криптовалюты. Но, так как мы все-таки с вами трейдеры, которые опираются не только на фундаментальный, но и на технический анализ, да, естественно, нам важно получить максимально выгодную цену. Вот, и на мой взгляд, максимально выгодная цена будет как раз на отметке 8 тысяч долларов, откуда я в очередной раз буду заходить в покупки данного криптоактива. Тем более, если мы с вами перейдем на младший таймфрейм, то увидим то, что вот импульс, который был сформирован, да, в воскресенье, который начался, начал формироваться в воскресенье, продолжился в рамках текущей недели, он достаточно сильный и продолжение он, естественно, должен будет получить. Вот, плюс на графике, если есть среди вас трейдеры, работающие с техническим анализом, да, можно проследить, во-первых, ложный пробой, да, который был очень сильно выкуплен, да, в дальнейшем, и также можно будет идентифицировать такую незамысловатую фигуру, как голова-плеч. Все мы знаем, то, что это фигура, которая сигнализирует о либо смене тенденции, либо вероятной коррекции. Вот, поэтому, как раз, я думаю, то, что нас ожидает еще небольшой проход вниз, и примерно, вот, как раз, в диапазоне 7900, 8, 8, даже 100, можно рассмотреть данный уровень для покупки. Вот, а в этом диапазоне стоит уже начать покупки биткоина, как раз ограничить убытки свои можно будет очень легко, и не так далеко будет располагаться потенциальный стоп-лосс, то есть выход из позиции можно будет рассматривать в том случае, если курс биткоина, да, обновит минимум, который был сформирован в рамках прошлой торговой недели. На мой взгляд, эта ситуация малореализуема, поэтому я все-таки буду уповать именно на покупки, и уже в ближайшее время планирую биткоином закупаться. Что касаемо технического индикатора, здесь пока никаких серьезных сигналов к тому, что мы можем получить дальнейшее снижение по данному рынку, у нас нет. Вот, давайте мы еще раз этот индикатор с вами посмотрим. Здесь даже наоборот, есть некий сигнал к тому, что у нас может произойти смена тенденции, потому что мы видим, когда скользящие у нас выходят за поле гистограммы, цена на рынке, как правило, в этот момент растет. Это вот опять же видно в ходе истории, которые мы можем посмотреть вот за, допустим, несколько прошлых месяцев, когда у нас сформировался первый восходящий импульс по биткоину, когда цена выросла с 6,5 практически до 11,5 тысяч, у нас как раз скользящее вышло за поле гистограммы, и тогда курс начал активно расти. Сейчас она уже находится вне гистограммы, поэтому технический индикатор также подтверждает нам покупки, и поэтому я считаю то, что данную криптовалюту можно приобретать. Приходим дальше, следующий на очереди у нас эфир, здесь ситуация немного похожая, так же, как и биткоин, эфир получил некую поддержку на выходных, и, соответственно, первую половину текущей недели торговался в восходящей динамике буквально вот в несколько последних дней, только мы видим коррекционное снижение, но оно вот именно коррекционное, то есть, в принципе, какие-то ключевые минимумы не были преодолены, поэтому эфир можно также стараться покупать после завершения отката, это если вы торгуете агрессивно, если вы торгуете консервативно, тогда можно будет задуматься о покупке в момент того, когда мы преодолеем максимум текущей недели. Максимум текущей недели у нас отметка 575 долларов за одну единицу, как только мы его пробиваем, я думаю, есть значительный потенциал к росту, первой целью можно обозначить уровень 720 долларов за одну единицу, следующий уровень сопротивления у нас располагается на отметке 950 долларов за одну единицу, поэтому эфир можно тоже покупать, но так как рост эфира был не таким значительным, как основной криптовалюты, то я объем покупок эфира буду значительно снижать по сравнению с биткоином, но тем не менее, вместе с ним тоже буду стараться его купить, потому как все-таки биткоин может повести за собой рынок, и вторая по специализации криптовалюты эфир может также значительно подорожать в ходе предстоящей торговой недели. Будем, естественно, за этим следить, особенно интересно будет его взять на уровне примерно 475 долларов за одну единицу, как раз с точки зрения технического анализа будет сформирована модель двойное дно, что также будет сигнализировать трейдерам о возможных покупках либо в расчете на серьезную коррекцию, либо вообще на смену основной тенденции. Что касаемо технического индикатора MACD, то пока скользящая находится в поле гистограммы, поэтому такого явного сигнала пока к покупкам мы не получили, поэтому если вы собираетесь работать с эфиром, то рекомендую все-таки снизить объем торговых операций, так как пока таких явных признаков, как на биткоине, к росту мы по эфиру не видим. Переходим к следующему активу. Следующий актив у нас эфир классик, который дрейфует между уровнями 18 долларов 20 центов, примерно 30 центов, и 12 долларов 60 центов. Еще в прошлый раз мы отмечали возможность того, что мы сможем достигнуть в рамках коррекции уровня 18 долларов 30 центов за одну единицу, которая была успешно реализована. Она реализовалась не сразу, но тем не менее ее реализация прошла достаточно успешно. И поздравляю всех тех, кто успел заработать и воспользоваться данной торговой идеей. Сейчас у нас по данному активу ситуация очень напоминает биткоин, на котором образована модель головоплечья. Здесь мы тоже можем ее, перейдя на меньший ценовой диапазон, увидеть. Вот она невооруженным глазом прослеживается, то есть здесь у нас как раз левое плечо, затем голова, и как раз был сформирован ложный пробой, что тоже очень здорово, потому как хороший сигнал именно к смене тенденции. И сейчас мы ждем либо пробития максимума, то есть лучше всего, конечно, если вы работаете консервативно, дождаться, когда мы обновим максимум, то есть закрепимся выше уровня 18 долларов 30 центов за одну единицу, и после этого можно будет покупать, целью в данном случае будет выступать отметка примерно в 30 долларов за одну единицу. Потенциал очень огромный, поэтому рассматривать данный актив, я считаю, стоит с точки зрения покупок, и можно будет работать средним объемом, которым вы работаете по данному активу. Опять же, ограничить убытки можно очень близко, в случае, если мы пробиваем последний минимум, который располагается на отметке примерно в 11 долларов за одну единицу, естественно, наши торговые идеи отменяются, и тогда мы уже будем с вами рассматривать продажи до уровня 9 долларов за одну единицу данной криптовалюты. Но этот сценарий мы оставляем с вами как альтернативный, основной сценарий все-таки это покупки. Можно покупать агрессивно уже сейчас с рынка, но если вы действительно придерживаетесь именно к агрессивной стратегии. Я все-таки буду в данной ситуации консерватором, и куплю эфир классик только тогда, когда произойдет закрепление выше уровня 18 долларов 30 центов за одну единицу. Переходим к следующему активу, это Zipesh. Здесь ситуация очень напоминает предыдущие активы, которые мы с вами рассматривали, и также по данному инструменту мы получили восходящий импульс, который пока находится в стадии коррекции. Естественно, в данном случае нам также стоит отметить то, что мы как раз планировали снижение данного инструмента. Чуть-чуть не достигли мы тех целей, которые отметили в ходе прошлого вебинара. Напомню то, что целью у нас была отметка примерно в 160 долларов за одну единицу, но, тем не менее, могу сказать о том, что значительное движение мы заработали, и кто вставал на продажу данного актива, поздравляю вас с прибылью. Даже на данный момент, думаю, те, кто еще удерживает позиции в шорт, они все равно находятся в плюсе. Я уже не являюсь в их числе, закрывался я еще в понедельник по этому активу, и сейчас пока нахожусь вне рынка. Что касаемо текущих рекомендаций, диапазон у Zcash достаточно объемный, очень широкий. Это как раз уровни 280 долларов за одну единицу, и уровень 160 долларов за одну единицу. 280, естественно, является сопротивлением, 160 является поддержкой. Было бы, конечно, здорово увидеть обновление минимума по данному активу, для того, чтобы выгодно его купить, но если все-таки обновление минимума мы так и не увидим, тогда покупать его все-таки я буду не раньше закрепления за уровнем 280 долларов за одну единицу, потому как ситуация пока здесь не такая однозначная, и каких-то промежуточных уровней здесь выделить очень сложно. Можно, конечно, взять текущую проторговку. Мы видим, что на истории этот уровень давал определенную поддержку для цены. Поэтому, если вы небольшим объемом сейчас зайдете в Zcash, то, на мой взгляд, эта покупка будет оправданной, и в целом можно будет как раз поработать до уровня хотя бы в 280 долларов за одну единицу. Тем более потенциал в 80 долларов достаточно значительный. Что касаемо технических индикаторов, давайте мы сейчас посмотрим, что он нам сигнализирует. Здесь пока у нас явных признаков к росту не наметилось, хотя уже скользящее вышло за поле гистограммы, и это является, скажем так, неким дополнением к тому сигналу, который я озвучил буквально только что. Поэтому, если вы сейчас покупаете, эти покупки, они имеют место быть, но рекомендую все-таки работать уменьшенным объемом, так как этот актив пока еще не реализовал те планы, которые мы строили ранее, и этот уровень промежуточных 200 долларов за одну единицу, примерно 210 даже долларов за одну единицу, он не является столь устойчивым уровнем, нежели чем те, которые мы отмечали ранее. Поэтому пока в приоритете осторожные покупки, но лучше всего работать с уменьшенным объемом. Дорогие друзья, хотел бы узнать, какие вопросы у вас сформировались на данном этапе, если они есть, обязательно задавайте в общий чат, мы будем их обсуждать. Крипто-кроссы на данном вебинаре, к сожалению, мы рассматривать не будем. Вообще там ситуация немножко по-другому обстоит, но в любом случае пока мы акцентируем внимание именно на основных криптоактивах по отношению к американскому доллару, по причине того, что сейчас они выглядят очень перспективно с точки зрения покупки. Поэтому все-таки, чтобы сильно не заполнять свой инвестиционный портфель, чтобы была возможность диверсификации, была возможность различного рода хеджирования своих позиций, я думаю, что сейчас стоит обратить внимание именно на инструменты, которые торгуются против доллара. Давайте тогда продолжим. Следующий у нас на повестке – это Монеро, который успешно реализовал нашу идею к снижению до уровня в 180 долларов за одну единицу и затем продемонстрировал уверенный рост до ближайшего уровня сопротивления, который располагается на отметке в 225 долларов за одну единицу. С точки зрения технического анализа также мы видим подобие паттерна головоплечия, и в данном варианте я буду покупать данный актив только в том случае, если у нас будет закрепление за уровнем 225 долларов за одну единицу. Я прекрасно понимаю, что в этот момент может движение быть очень сильным, и важно успеть зайти в рынок по выгодным ценам, потому как когда реализуются технические модели на графиках, согласно техническому анализу это происходит очень быстро, и цена может взлететь в моменте, поэтому будьте начеку, и можно будет воспользоваться отложенным ордером, поставив его выше последнего максимума, то есть выше отметки 225 долларов за одну единицу, буквально на несколько долларов, до 230, например, можно его поставить, около 230, например, можно будет установить отложенный ордер, в случае того, как он сработает, мы уже будем с вами покупать, и в данном случае цели, я думаю, стоит расположить на отметке в 275 долларов за одну единицу, а в следующей цели уже будет 310 долларов за одну единицу. Мы видим также, что разворот произошел благодаря тому сигналу, который мы отмечали в рамках прошлого вебинара, который мы учитывали, но, несмотря на это, все равно мы продавали Монеро, и те, кто воспользовался нашей торговой идеей, всех, естественно, поздравляю с прибылью. Но сейчас все-таки рекомендация следующая, то есть это покупки выше уровня 225 долларов за одну единицу, с целями 275 и 310. Работать можно средним объемом, в принципе, ситуация очень благоприятная, и мы видим то, что те покупки, которые были ранее, они были как раз примерно в этом же ценовом диапазоне, от которого у нас произошел разворот в рамках текущей торговой недели. Следующий актив это Litecoin. Здесь у нас ситуация очень похожа на весь крипторынок. Напомню то, что еще в рамках прошлых вебинаров я говорил о том, что я уже включил Litecoin в список своих торговых инструментов, в свой портфель инвестиционный, и продолжаю удерживать покупки по данному активу. И говорили мы о том, что есть вероятность снижения к уровню 140 долларов за одну единицу, которая успешно реализовалась. И от этого уровня, как я говорил на прошлом вебинаре, я в очередной раз зашел в покупки, так как в прошлый раз я покупал более агрессивно. Сейчас цели у нас остаются прежними, это отметка в 240 долларов за одну единицу примерно, а также в 350 долларов за одну единицу. Вот такие вот амбициозные цели у нас стоят по данному активу, но тем не менее я серьезно настроен работать с Litecoin и считаю то, что потенциал роста у него есть достаточно значительный. Тем более по техническому индикатору мы видим начало того, что скользящий выходит за поле гистограммы, что говорит нам о возможных дальнейших покупках, о том, что гистограмма будет снижаться, и мы будем плавно приближаться к уровню 0. Поэтому те, кто еще не купил Litecoin, рекомендую это делать уже в ближайшее время, тем более сейчас она как никогда выгодная. Диапазон 140-150 долларов – это отличное место для покупателей, для того, чтобы совершать покупки и приобретать этот актив в свой портфель. Поэтому я рекомендую рассматривать основную бычью тенденцию в рамках следующей торговой недели по данному инструменту и покупать его как раз в диапазоне 150-140 долларов. Работать можно привычным объемом, с которым вы все время работаете по данному инструменту. Цель еще раз напомню – 240 долларов и 350 долларов по данному активу. Следующий инструмент у нас – Dashcoin, который также, как мы отмечали в рамках прошлой недели, у нас имел потенциал к снижению, который уверенно реализовал. Отметка в 350 долларов, даже выше 360 долларов за одну единицу. Она была с успехом достигнута, на которой мы как раз и зафиксировали основную часть продаж. Сейчас, естественно, так же, как и весь рынок, Dashcoin исполнил хороший импульс в рост, который сейчас торговывается небольшой коррекцией. И цена на Dashcoin сейчас приближается опять к уровню в 360 долларов за одну единицу. Модель на графике «Голова-плечи» тоже очень похожая, тем более импульс пробил основание последней нисходящей волны, что говорит о подтверждении данной модели. Поэтому по данному инструменту я рекомендую также покупать. И цель в данном случае у нас будет в 510 долларов за одну единицу, а также в 720 долларов за одну единицу. Что касаемо технического индикатора MACD, то здесь мы, опять же, видим очень хороший сигнал к покупкам. Скользящая уже вышла за пределы инстаграммы, что говорит о том, что, в принципе, у нас может с вами сформироваться достаточно серьезный рост. Тем более мы видим с вами дополнительный сигнал на дневном графике, что может говорить о достаточно серьезном потенциале роста инструмента Dashcoin. Это сигнал конвергенции, иначе расхождения. То есть мы видим то, что у нас данный инструмент обновил свой минимум за текущий год, а поле инстаграммы у нас, наоборот, стремится к росту. Как правило, такие сигналы в большинстве случаев на рынке реализуются. Реализуются они либо сменой тенденции, либо достаточно глубокой коррекцией. Поэтому, если вы еще не включились в свой портфель Dashcoin, я рекомендую уже в ближайшее время начать этим заниматься. Потому как я уже нахожусь в покупках, и вот буквально сегодня приобрел Dashcoin по текущим ценам. Что и многим рекомендую также сделать. Я купил стандартным объемом, поэтому здесь как бы недооценивать потенциал роста не стоит в Dashcoin. И работать можно тем объемом, с которым мы все время привыкли работать по данному активу. Я считаю то, что потенциал роста у него так же, как, например, у Litecoin, достаточно высокий. Тем более сейчас, купив его по 350, а затем продать по 700, то есть рост практически двое, я думаю, принесет всем инвесторам хороший результат, в том числе и мне. Приходим дальше. Следующим активом у нас является Ripple. Здесь у нас ситуация очень похожа на другие криптоактивы. Уже, наверное, не устаю повторять, потому что рынок следует, как правило, за биткоином. Если биткоин у нас демонстрирует рост, то и другие криптоактивы у нас тоже начинают расти. Итак, что у нас происходит с Ripple? Ситуация очень напоминает как раз те активы, которые мы обсуждали раньше. Перейдем на более мелкий ценовой диапазон. Здесь мы видим отбой от уровня 50 центов за одну единицу, о котором мы говорили. О возможности этого отбоя мы говорили, и о возможности снижения мы тоже говорили в рамках предыдущего вебинара. Можете посмотреть запись на канале YouTube. Итак, что сейчас у нас происходит? Мы видим то, что мы отбились от уровня 50 центов. Кто купил на этом уровне, всех могу поздравить. Уровень достаточно сильный. Преодолеть сразу его не получилось. И, скорее всего, в ближайшее время уже не получится. Какие будут торговые идеи по данному активу? Так как мы сейчас, согласно техническому индикатору, находимся вблизи уровня перепроданности, индикатор у нас индекс относительной силы, естественно, в приоритете у нас сейчас покупки. Было бы здорово, я думаю, купить Ripple как раз на возможном ретесте уровня 50 центов, даже 55 центов за одну единицу. Поэтому как раз я собираюсь именно от данного ценового значения начать покупать Ripple. Тем более, мы если посмотрим с вами на тот импульс, который был сформирован, он не выглядит таким сильным, как, например, на биткоине или, например, Dashcoin, если мы возьмем. То есть был рост, но он не такой был уверенный. Видимо, силы покупателей достаточно быстро иссякли. И сейчас мы уже торгуем этот импульс вниз и закрываем практически все то движение, которое видели в рамках в следующей неделе. Поэтому в данном случае я буду покупать от уровня 55 центов. Цель можно выставить на отметке примерно в 1 доллар 15 центов за одну единицу, потому что мы с вами знаем Ripple. Очень такая потенциально важная криптовалюта для многих инвесторов. Во-первых, она еще и дешевая, то есть ее можно купить чуть большим объемом, чем все остальные. Поэтому в данном случае потенциал роста у криптовалюты Ripple, на мой взгляд, есть до уровня примерно в 1 доллар 15 центов за одну единицу. Также можем отметить то, что за прошлый год все-таки Ripple вырос в процентном соотношении больше, чем биткоин. Поэтому, правда, не сразу. То есть если биткоин у нас рос на протяжении практически всего 2017 года, то Ripple более-менее начал его догонять только к концу года. Поэтому если вы зайдете в покупки и, допустим, будете удерживать их до тех отметок, которые мы сейчас озвучили, стоит набраться терпения. Потому что Ripple не такая быстрая монета, и здесь, естественно, нужно набраться терпения и подождать. Но, тем не менее, покупки сейчас очень актуальны, тем более в свете того, что крипторыны сейчас находятся на возможном подъеме. Я думаю, Ripple должен также быть в вашем инвестиционном портфеле. Последний актив, который мы разбираем, это Bitcoin Cash. Здесь ситуация складывается следующим образом. Мы увидим то, что, так же, как и биткоин и другие криптоактивы, Bitcoin Cash у нас отбился от уровня поддержки, который располагается на отметке в 840 долларов за одну единицу. Это уровень пограничный. Мы его в прошлый раз не отмечали, но в этот раз я все-таки решил его нанести на график, для того, чтобы он также мог нам стать неким основанием для покупок. Сейчас мы видим то, что мы преодолели уровень в 980 долларов за одну единицу, причем пробили его уверенно на дневном тайме, если мы посмотрим. Да, обычная свеча была достаточно сильной, мощной. И сейчас мы видим некое коррекционное движение в обратную сторону, которое, согласно техническому анализу, происходит в 95% случаев после импульса. Если мы перейдем на младший ценовой диапазон, то здесь мы видим, что, в принципе, так же может быть реализована модель голова-плечи. Поэтому Bitcoin Cash можно тоже покупать, тем более сейчас точка входа для покупки очень выгодная. Именно в 970 долларов за одну единицу, хороший уровень, который мы преодолели, и сейчас торгуемся над этим уровнем, поэтому все основания есть для уверенных покупок. Что касаемо технических индикаторов, здесь мы видим то, что мы также вышли за поле гистограммы, и есть хорошее подтверждение тому, что Bitcoin Cash стоит открывать именно длинные позиции, и удерживать их можно будет как минимум до уровня 1500 долларов за одну единицу. Для более терпеливых есть следующий уровень, который располагается на отметке 2500 долларов за одну единицу. Вот такие у нас идеи на предстоящую неделю. Идеи, в отличие от прошлой недели, в основном настроены на рост криптовалюты, и поэтому на данный момент мы все-таки, на мой взгляд, должны задуматься о том, чтобы покупать все основные криптоактивы. Тем более цены сейчас очень выгодные, их может уже и не быть в рамках текущего года, а может быть даже в ближайших нескольких лет. Поэтому покупать даже осторожно, но уже, я думаю, сейчас стоит. Напомню то, что практически по всем инструментам, кроме нескольких, то есть именно эфир и риппл, мы рассматриваем покупки стандартным объемом эфир, и риппл можно объемы снизить, потому что пока эти инструменты не демонстрируют такой уверенной динамики. Эфир Классик покупаем после закрепления за уровнем 18 долларов 30 центов по Zcash. Тут, в принципе, ситуация тоже к покупкам, мы это уже обсудили. Хороший уровень был преодолен, 210 долларов, поэтому стоит покупать цель 280 как минимум. Итак, сейчас давайте мы с вами поговорим о том, какие у вас остались вопросы в рамках сегодняшнего вебинара. Сейчас демонстрацию экрана я уже отключу. Думаю, все торговые идеи, которые мы на сегодня озвучили всем, были понятны. Если какие-то вопросы по ним у вас есть, задавайте, пожалуйста, в общий чат. Опять же, напоминаю о том, что больше торговых идей в рамках недели вы можете получить, присоединившись в нашу группу Акрипта. Она так и называется. Там же есть чат, в котором вы можете пообщаться с трейдерами, с клиентами компании Амаркетс, с теми людьми, которые неравнодушны к рынку криптовалют, задать все интересующие вас вопросы, обменяться идеями, пообщаться, обсудить основные новости, ну и получить актуальные торговые идеи, благодаря которым вы можете получить значительный профит на своих торговых счетах. Давайте мы немного обозначим, что касаемо вопроса, который появился у нас в чате. На рынке криптовалют огромное количество монет, все они торгуются на разных биржах, и рассматривать каждую в отдельности у нас с вами просто не хватит времени. Как правило, в рамках подобных вебинаров мы рассматриваем наиболее популярные криптоактивы, наиболее доступные криптоактивы, потому что если мы с вами будем искать монеты, те, которые сейчас малоизвестны и находятся только в рамках нескольких торговых площадок, то может быть не у всех получится их вовремя купить или, например, зарегистрироваться на тех же самых торговых площадках. Я стараюсь работать и работаю компанией Амаркетс на торговом терминале МИДА Трейдера 4, который предлагает данная компания. И могу вам сказать, что те условия, которые использую я, они значительно отличаются от биржи, и вот таких монет на данный момент я не рассматривал. Стараюсь работать с основными криптоактивами, и получается достаточно неплохо, тем более сейчас рынок бычий, возможно, будет уже в ближайшее время, и сейчас, я думаю, стоит заострить свое внимание на покупке именно основных криптоактивов, нежели чем искать монеты, которые в каком-то, может быть, отдаленном, может быть, близком будущем будут расти в цене. Потому что там еще история только начинается, а здесь уже ситуация более-менее прояснилась, поэтому рекомендую, Виктор, обратить вам внимание на основные криптоактивы и стараться уже работать с ними в рамках даже ближайшей торговой недели. Будет ли Ripple к концу года стоить больше трех долларов? Возможно, потому что если на данный момент биткоин начнет расти, а Ripple, мы с вами знаем, за прошлый год показал более серьезную динамику к росту, у нас, возможно, ожидает обновление даже исторических максимумов, по крайней мере, я буду покупать Ripple по 55 центов, как я уже сказал буквально недавно, и по ходу его движения буду, конечно, фиксировать позицию, но часть этой позиции все равно оставлю на расчете на обновление исторического максимума, так как сам лично верю в эту криптовалюту, очень импонирует мне, во-первых, цена, которая на ней сейчас есть, и тот рост, который мы увидели в рамках прошлого года, с высокой долей вероятности может реализоваться даже в рамках текущего года. Вероятность спуска биткоина к 2000 долларов, вероятность всегда есть, исключать ее не стоит, рынок такая штука, которая предполагает абсолютно любой сценарий развития событий, но, на мой взгляд, на данный момент вероятность снижения биткоина к уровню в 2000 долларов, она гораздо ниже даже 30%, поэтому я сейчас настроен именно на покупки, и даже несмотря на свою уверенность, рассмотрев много альтернативных вариантов, пока не вижу биткоин в размере 2000 долларов. Ну, это должно что-то серьезное произойти, какой-то очень серьезный макроэкономический импульс, то есть какой-то фундаментальный вброс новостей, то есть, ну, это даже не представляю, что должно случиться. Сейчас, конечно, вот занимаются регуляцией, да, то есть многие финансовые институты, вот, комиссии, да, которые занимаются регулированием рынка, заявляют о том, что все-таки нужно, да, надо начать регулировать криптосферу, но даже на их заявления биткоин не реагирует так агрессивно, и уж в 2000 долларов, я не думаю, то, что в ближайшее время он может снизиться, вот, так как все-таки поддержка у него есть солидная, и многие и частные инвесторы, и многие хедж-фонды биткоин берят, и так или иначе у, наверное, 95% инвесторов он присутствует в портфеле, поэтому я не думаю, что от него могут так быстро избавиться. Тем более, если мы отметим, да, то, что покупатель у биткоина был, был он был в прошлом месяце, и, возможно, как раз очередные покупки мы увидели в рамках текущей недели со стороны крупного игрока, поэтому, возможно, нас ожидает, наоборот, стремительный рост курса данного криптоактива. Сохранится ли доминация биткоина? Безусловно, я не думаю, то, что на данный момент есть серьезная альтернатива данному инструменту, несмотря на то, что эфир или, например, випл, третья по капитализации монета, тоже очень является серьезным, скажем так, составляющим портфелей многих инвесторов, несмотря на это, биткоин, на мой взгляд, в рамках, по крайней мере, текущего года все равно будет занимать первую строчку пьедестала и будет основной криптовалютой в рамках текущего года. Как появляют фьючерсы на апрель, на курс? Сложно сказать. Конечно, объемы торгов на фьючерсных рынках, вот в СМЕ, например, да, они не столь высокие, изначально был высокий спрос, там около 40 миллиардов долларов общий объем рынка был, но со временем он, точнее, интерес со временем начал гасать, сейчас в среднем объем торгов около 10 миллиардов долларов, поэтому я не думаю, то, что фьючерсный рынок СМЕ или там других бирж окажет какое-то серьезное влияние на котировки биткоина. Вот, в принципе, я думаю, вот основной интерес будет прикован именно к частным покупкам, которые были месяц назад и, возможно, были буквально недавно. Итак, на этом предлагаю завершить наш вебинар. Соответственно, надеюсь, на все вопросы я ответил. Надеюсь, те торговые идеи, которые мы сегодня озвучили, реализуются уже в ходе ближайшей торговой недели. Перспективы у нас достаточно серьезные, амбициозные цели мы перед собой поставили, и надеемся и на скорую их реализацию. Всем желаю хорошего вечера, успехов в торговле. Увидимся с вами на следующем вебинаре, который состоится в следующий четверг. Также в 19.00 в рамках компании Аммаркетс и традиционно будем обсуждать с вами основные тенденции рынка криптовалют. Всем спасибо, удачи, хорошего вечера еще раз. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok